Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня у нас 10.01.2019 года. Продолжаю также начитывать книгу «Золотые руки» Бена Карсена. Вот она, эта книга. Глава 12. Свой путь. Сестра без всякого интереса взглянула на меня, когда я подошел к ее посту. — Да? — спросила она, перестав писать. — За кем вы пришли? По ее тону я сразу догадался, что она приняла меня за санитара. Я был в зеленой форме, и моя внешность не выдавала во мне врача. Я не собираюсь никого забирать, — улыбнулся я, поняв, что черные, которых она видит в отделении, всегда санитары. Ничего другого ей в голову не пришло. — Я новый интерн. — Новый интерн? Но вы не можете. Я хотел сказать... Я имею в виду... Забормотала медсестра, пытаясь извиниться так, чтобы не обидеть еще больше. — Все в порядке, — сказал я, — желаю вывезти ее из замешательства, поскольку это была знакомая мне ошибка. Я новенький. Откуда вам знать, кто я? Придя в отделение интенсивной терапии, в первый раз я надел белый хирургический костюм. Мы, интерны, называли его обезьяньей одежки. И сестра спросила меня, — вы к мистеру Джордану? Нет, не к нему. А к кому же? Она нахмурила брови. У него одного сегодня дыхательная гимнастика. Тогда я подошел ближе так, чтобы она могла прочесть на значке мое имя и слово «интерн». Прошу вас извинить меня. Она была в большом смущении. Я, конечно, промолчал, хотя хотелось было сказать ей, я не обижаюсь. Я понимаю, что большинство людей опирается на свой прошлый опыт. Вы никогда раньше не встречали чернокожих интернов, поэтому решили, что я тренер по дыхательной гимнастике. Я еще раз улыбнулся ей и прошел в отделение. Какие-то белые пациенты не захотели лечиться у чернокожего врача, то есть у меня. Более того, они пожаловались доктору Лонгу. Одна женщина так и сказала, «Простите, но я не желаю, чтобы мной занимался черный врач». На такие жалобы у доктора Лонга всегда был наготове стандартный ответ. «Вот дверь. Вы свободно можете уйти. Но если вы останетесь, доктор Карсон вами займется». В то время я не знал, что люди обращаются к нему с подобными претензиями. Много позже он рассказал мне, как смеялся над предупреждением белых пациентов. Но когда Лонг защищал свою позицию, смех в его голове отсутствовал. Он был тверд, как скала, борясь с расовой или этнической предвзятостью. Я, конечно, знал об отношении ко мне отдельных пациентов. Чтобы этого не заметить, надо было быть совсем бесчувственным. То, как они вели себя и их холодность давали понять, что они думают, даже если они ничего не говорили. Я сохранял, однако, уверенность, что каждый человек отвечает только за самого себя. И такие пациенты не отражают мнение белых людей. Но какие бы чувства пациент не испытывал, он понимал. Высказывая свои претензии, что скажи он что-нибудь лишнее, доктор Лонг его немедленно выпишет. Насколько я знаю, ни один пациент второй раз на эту тему не разговаривал. Честно говоря, на меня это особенно не действовало. Когда я сталкивался с предрассудками, я вспоминал слова мамы. Некоторые люди невежественные, и ты должен их научить. Во время интернатуры, да и позже от меня, как и от всякого чернокожего молодого человека, требовалось только одно – образцовое поведение. Нам, представитель меньшинств, следует понимать, что только мы сами можем помочь себе избежать неудач. Нечего ждать, что это сделает за нас кто-то другой. Все, что я могу – дать живой пример успешной карьеры, выходца из неблаговолучных низов. А ведь я в сущности ничем не отличаюсь от большинства чернокожих. Еще мне хочется объяснить, что я имею в виду, говоря о чернокожей молодежи. Я уверен, исцелиться от давящих нас расовых проблем можно лишь в том случае, если перестанешь надеяться, что кто-то другой спасет нас, и встанешь на ноги. Я вижу проблески надежды в решении этой проблемы. Я заметил, например, что когда в Соединенные Штаты приезжают вьетнамцы, они часто сталкиваются с противостоянием со стороны белых, черных и латиноамериканцев. Но они не просят милостыню и часто берутся за самую грязную работу. Даже хорошо образованные люди не внушаются мытьем полов, если за это нормально платят. С годами многие из этих вентамцев обретают собственность и становятся предпринимателями. Вот что я пытаюсь показать молодежи. У нас, цветных, равные шансы на успех. Но нельзя же сразу начать с должности вице-президента компании. Даже если мы быстро достигаем такой должности, это не приносит успеха, потому что мы с ней не справляемся. Лучше начать с того, к чему мы приспособлены, а затем уже двигаться наверх. Моя история будет неполной, если я не добавлю, что во время годичной интернатуры по общей хирургии у меня возник конфликт с одним из главных ординаторов, уроженцев Джорджии по имени Томми. Он не мог примириться с присутствием в больнице Джона Хоппинкса, чернокожего интерна. Он никогда не говорил этого напрямую, но постоянно подбрасывал на мой счет едкие замечания. Обрывал меня, не реагировал на мои слова, иногда ввел себя просто по-хамски. Однажды скрытый конфликт прорвался наружу. Это произошло, когда я спросил, «Почему нужно брать кровь у этого пациента? Мы еще...» «Потому что я так сказал!» Зарал он. Я выполнил его приказ. Еще несколько раз в тот же день, особенно когда я задавал вопросы, начинавшиеся с «почему?», Томми отвечал подобным образом. После обеда случилось какое-то происшествие, которое ко мне никак не относилось, а его рассердило. Я уже знал по опыту, что это надолго. Томми резко повернулся и, как обычно, начал фразу со слов. «Я, конечно, добрый парень, но...» Но я этот уже давно понял, что он добрый парень только на словах. Вот и на этот раз Томми снова стал нападать на меня. Ты впрямь считаешь, будто что-то из себя представляешь, только потому что тебя приняли в отделение нейрохирургии. Все только и говорят о том, какой ты замечательный. А я вот не уверен, что ты и впрямь соль земли. Что до меня, я думаю, ты просто паршивец. Я хочу, чтобы ты знал, Карсон. Я могу в два счета вышвырнуть тебя из нейрохирургии. Еще несколько минут он продолжал возмущаться в том же духе. Я глядел на него, не говоря ни слова. Когда он, наконец, умолк, я спросил как можно спокойнее. «Вы уже все сказали?» «Что?» «Ну и хорошо», – спокойно ответил я. «Больше я ничего не добавил. Этого было достаточно, чтобы он прекратил свои издевки. Больше он ко мне не приставал открыто. А что он думает, меня не волновало. Он был одним из главных ординаторов. Но я знал, что решение о приеме и увольнении персонала принимают заведующие отделениями. Мне только не хотелось, чтобы он меня провоцировал, потому что если бы я сорвался, он мог добиться своего. Я исполнял свои обязанности так, как считал правильным. И никто на меня не жаловался. Поэтому все сказанное Томми меня не особо беспокоило. Некоторые врачи из отделения общей хирургии оказались самоуверенными, стереотипно мыслящими людьми. Мне это не нравилось, и я решил держаться от них подальше. Когда я перешел в нейрохирургию, дело изменилось. Дон Лин Лонг, заведовавший нейрохирургическим отделением с 1973 года, был специалистом высочайшего уровня. Если кто имел право задаваться, так это Лонг. Потому что он знал все и всех, и по технике оперирования был одним из лучших, если не лучшим специалистом в мире. Несмотря на это, у него всегда было время поговорить с людьми. Для всякого находилось ласковое слово. С самого начала, когда я был еще самым младшим интерном, он всегда отвечал на мои вопросы. Дон Лин Лонг. Высокий мужчина, прекрасного телосложения. В ту пору, когда я начал интернатуру, волосы имели цвет соли с перцем. Теперь в них гораздо больше соли. Говорит он низким голосом, и люди в больнице всегда его пародируют. Он это знает и тоже шутит над ними, потому что обладает превосходным чувством юмора. Таков человек, ставший моим наставником. Я полюбил вас первой же нашей встречи. Кстати, когда я пришел в больницу в 1977 году, в ней числилось всего несколько чернокожих врачей, и ни один из них не работал на полную ставку. Черный был один из главных ординаторов кардиохирургии Леви Уоткинс, а я был одним из двух черных интернов на кафедре общей хирургии. Другого звали Мартин Гоинс, тоже из Ели. На кафедре общей хирургии интернатуру проходили многие, а на кафедре нейрохирургии – единицы. В течение нескольких лет в больнице Джона Хопкинса ни один человек с общей хирургии не переходил в нейрохирургию. К концу моей интернатуры интерес к нейрохирургии проявили пятеро из тридцати человек. Конечно, из других учебных заведений страны еще 125 студентов хотели получить возможную вакансию. Однако в больницу Джона Хопкинса была только одна открытая вакансия в год. После года интернатуры я провел шесть лет ординатуре. Год с лишним в общей хирургии и пять в нейрохирургии. Предполагалось, что я должен посвятить два года общей хирургии, хотя я был принят на нейрохирургию. Но я этого не захотел. Общая хирургия мне не нравилась, и я решил уйти. Она настолько мне не нравилась, что я приготовился пожертвовать своим местом в нейрохирургическом отделении больницы Джона Хопкинса и уйти куда-нибудь еще, если мне не разрешат ограничиться одним годом. У меня были очень хорошие рекомендации после всех курсов интернатуры. Поэтому, чтобы закончить интернатуру нейрохирургической службы, я уже был готов писать в другие университеты. Но тут меня вызвало в кабинет доктор Лонг и сказал «Бен, ты отлично поработал как интерн». «Благодарю вас». Слышать его слова было приятно. «Мы отметили твою превосходную работу, Бен, в нейрохирургической службе. Твоя работа произвела впечатление на всех врачей». Я знал, что расплываюсь в широченной улыбке. Как бы мне не хотелось сохранить на лице спокойное выражение. «В связи с этим, – сказал заведующий, слегка наклоняясь вперед, – мы заинтересованы в твоем переходе на следующий год в нейрохирургическое отделение вместо еще одного года в общей хирургии». «Благодарю вас», – ответил я, понимая, как слабо эти слова отражают переполнявшие меня чувства. Таков был Божий ответ на мои молитвы. Я работал ординатором в больнице Джона Хопкинса с 1978 по 1982 год. В 1981 году меня назначили старшим ординатором Балтиморской городской больницы. Теперь медицинский центр Фрэнсиса Скотта Кея, принадлежавший больнице Джона Хопкинса. В один памятный день в Балтиморскую больницу привезли пострадавшего, который получил несколько ударов бейсбольно битой по голове. Это случилось в то время, когда в Бостоне проходил съезд Американской ассоциации нейрохирургов. Большинство профессоров, включая и тех, кто курировал Балтиморскую городскую больницу, уехали на эту встречу. Предполагалось, что один хирург, дежурищий в больнице Джона Хопкинса, будет курировать все остальные больницы. Пациент находился в коммантозном состоянии, и положение его быстро ухудшалось. Естественно, я занялся им, понимая необходимость что-то предпринять. Однако я был еще не слишком опытен. Я делал звонок за звонком, но никак не мог поймать дежурного хирурга. С каждым звонком страх мой возрастал. В конце концов, я понял, что пациент может умереть, если я хоть что-нибудь не предприму. Требовалось сделать лобкоатомию, техникой проведения которой я не владел. Лобкоатомия – удаление передних отделов мозга, тогда как лобкоатомия – перерезание нескольких волокон. Как поступить? Я подумал обо всех возможных последствиях – медицинских и эруидических, связанных с операцией, предпринятой на свой страх и риск без разрешения старшего хирурга. Что если я начну оперировать, а тут откроется кровотечение, и я его не остановлю? Или я столкнусь еще с какой-то проблемой и не справлюсь с ней? При летальном исходе правильность моих действий начнут проверять, и мне не избежать вопроса – почему я поступил именно так, а не иначе? Я подумал о возможном исходе в случае, если я не стану оперировать. Ответ был очевиден – человек умрет. Дежурный терапевт Эд Розенквист догадывался о моих мыслях. Он сказал только одно слово – «Давай». «Ты прав», – ответил я. И как только решение было принято, на душе стало спокойно. Я должен сделать операцию, и я постараюсь сделать ее как можно лучше. Надеясь, что в моей голосе достаточной уверенности и бодрости, я приказал старшей операционной сестре – «Готовьте больного к операции!» Эд и я тоже стали готовиться. Я действительно чувствовал себя совершенно спокойно во время операции. Вскрыл череп пациента и удалил переднюю височную доли с правой стороны, потому что они сильно распухли. Это была серьезная операция. Читатель может удивиться, почему человек не умирает при удалении части головного мозга. Все отделы мозга действительно очень важны. В этом случае операция прошла удачно. Человек очнулся через несколько часов, и постепенно, с точки зрения неврологии, все нормализовалось. Тело обошлось без осложнений. Этот случай, однако, долго не давал мне покоя. Еще несколько дней после операции меня преследовали мысли о возможных неприятностях. Могло приключиться множество осложнений, и тогда меня стали бы осуждать за выполнение операции. Никто не сказал ничего плохого только потому, что все обошлось. Коллеги понимали, что если бы я не поспешил с операцией, пациент умер бы. Исследования, проводимые мной в течение пятого года ординатурой, были самым важным делом этого этапа. Уже давно я интересовался вопросом мозговых опухолей и нейроонкологии. Именно такого рода исследования я и хотел провести. Однако у нас не было подходящих животных, у которых можно было бы вызвать мозговые опухоли. Если долго работать на маленьких животных, можно надеяться когда-нибудь получить существенные результаты, позволяющие лечить страдающих людей. Это одна из самых плодотворных форм поиска способов лечения болезни человека. Исследователи работают на мышах, обезьянах и собаках, но при этом сталкиваются с неожиданными проблемами. Результаты полученных на собаках нестабильны, обезьяны невозможно дороги, а мыши и крысы, хоть и дешевы, но настолько малы, что их невозможно оперировать. Кроме того, применяя на грузунах компьютерную томографию и магнитный резонанс, не получаешь хорошего изображения. При осуществлении задуманных исследований я столкнулся с тремя проблемами. Первое. Где найти относительно недорогую подопытную модель? Второе. Как найти модель, которая может давать постоянные результаты? Третье. Эта модель должна быть достаточно большого размера, чтобы проводить исследования и операции. Компьютерная томография. Тире. Метод, при котором используется сложное компьютерное устройство, позволяющее фокусировать рентгеновские лучи на разных уровнях. Магнитный резонанс. Используют не рентгеновские лучи, а магнитные волны, воздействующие на протоны, а компьютер фиксирует сигналы, получаемые от возбужденных протонов, и трансформирует их в изображение. Получается четко очерченная определенная картина внутренних органов. Образ создается разной степенью возбуждения протонов. Картина различна, например, в воде, в кости, в мышце или в крови. Все протоны дают разные сигналы, а компьютер преобразует их в изображение. Компьютерная тема. Она продолжалась не два года, а дольше. Однако, каких животных использовать? Я попробовал с крысами, но они действительно казались малы для наших целей. К тому же, я ненавидел крыс. Возможно, они заставляли меня вспоминать жизнь в Бостоне. Обнаружив, что крысы не подходят для исследования, я стал искать других подходящих животных. За несколько недель я переговорил со множеством людей. Удачной и отличительной особенностью больницы Джона Хопкинса было то, что там можно было найти экспертов, знающих в своей области абсолютно все. Я стал крутиться вокруг исследователей, выспрашивая, с какими животными они работают и что думают о других видах. Задав множество вопросов и сделав кучу наблюдений, я ухватился за идею использования новозеландских белых кроликов. Они полностью соответствовали всем трем вышеназванным критериям. Кто-то подсказал мне ознакомиться с исследованием доктора Джима Андерсона, который часто использовал новозеландских белых кроликов. С трепетом направился я в лабораторию, находившись в другом корпусе. Войдя, увидел огромное помещение с рентгеновской установкой, операционным столом, отставленным в сторонку холодильником, инкубатором и большой раковиной. В маленьком закутке осуществлялась анестезия. Я представился доктору Андерсону и сказал, «Я знаю, что вы работаете с кроликами». В ответ он рассказал мне о результатах, полученных с помощью вещества, которого он называл VX2, применяемого для образования опухоли печени и почек. В тот период у Андерсона уже накопилось достаточно устойчивые результаты. «Джим, я занимаюсь исследованием опухолей мозга и подумал о кроликах. Как вы думаете, можно ли вызвать опухоль мозга кроликов?» Он начал рассуждать вслух. «По-моему, VX2 может действовать и на мозг». Мы еще немного поговорили, потом я переспросил его. «Вы и в самом деле предполагаете, что VX2 сработает?» «А почему бы и нет?» «Если это вещество вызывает опухоль в других местах, вероятность его воздействия на мозг очень велика». Он замолчал на минуту, а потом добавил. «Попытайтесь, если хотите. Пожалуй, я рискну». Джим Андерсон чрезвычайно мне помог. Сначала мы пытались использовать механическую диссоциацию, потом стали применять для воздействия на опухоли маленькие терки, похожие на терки для сыра. Но опухоли не росли. Тогда мы имплантировали больную ткань в мозг кролика. И на этот раз опухоли стали расти. Проводя то, что мы называем тестом на жизнеспособность клетки, я обратился к доктору Микаэлю Кольвину, биохимику онкологической лаборатории. А он направил меня к другому биохимику, доктору Джону Хилтону. Для растворения соединительной ткани таким образом, чтобы раковые клетки оставались неповрежденными. Хилтон предложил использовать ферменты. Несколько недель, пробуя различные сочетания ферментов, Хилтон нашел нужную нам комбинацию. Скоро мы добились высокой жизнеспособности клеток, почти 100%. Затем мы сконцентрировались на тех качествах клеток, в которых нуждались. Усовершенствуя эксперименты, мы научились использовать иглы для имплантанта клеток в мозг. Скоро начинали расти уже стопроцентные опухоли. Кролики с точностью часового механизма умирали от опухоли мозга где-то между 12 и 14 днем. Когда исследователь достигает такого стабильного результата, он может перейти к изучению роста мозговой опухоли. Мы применяли компьютерную томографию и приходили в восторг, когда она показывала, что опухоль есть. В Западной Германии стали получать изображения с помощью магнитного резонанса. Это была новая, недавно появившая хирургия, но для нас еще недоступная техника. Джиму Андерсону пришлось вывезти нескольких кроликов в Германию, где, получив изображение с помощью магнитного резонанса, он убедился, что опухоль есть. Мне очень хотелось отправиться с ним. Это было нужно для дела, но у меня не нашлось денег на дорогу. Затем, в 1982 году, мы начали использовать позиотронно-эмиссионную томографию. Позиотронно-эмиссионная томография использует радиоактивные вещества, помещаемые в клетки. Они дают радиоактивный сигнал, который может быть зафиксирован. При магнитном резонансе собираются электрические сигналы, а в данном приборе – радиоактивные, преобразующие потом в изображение. Оказавшись пионерами этого метода в США, первыми объектами нашего исследования стали кролики с опухолями мозга. Работа была широко разрекламирована медицинскими журналами. В то время и в больнице Джона Хопкинса и в других местах над исследованием опухоли мозга работало множество ученых. Обычно для завершения такого исследования требуются долгие годы. Но благодаря плодотворному сотрудничеству с другими учеными, помогавшим нам решать всевозможные проблемы, работа заняла 6 месяцев. Я получил за нее ежегодный приз на конкурсе ординаторов. Кроме того, это означало, что уже на следующий год я смогу приступить к главной теме своей ординатуры, вместо того, чтобы оставаться в лаборатории еще на 2 года. Этот путь оказался длинным, подчас трудным. Долгие часы вдали от Канди. Учеба, снова пациенты, и вот я уже готов взять в руки хирургический инструмент. Я знаю, как быстро и эффективно выполнять эти тонкие процедуры. Я научился, например, удалять опухоль мозга и зажимать аневризму. Разные аневризмы требовали зажимов разных размеров, часто накладываемых под необычным углом. Я тренировался до тех пор, пока это не стало частью меня, так что я мгновенно, почти интуитивно понимал, какой зажим использовать. Я научился выправлять пороки развития костей и тканей и оперировать спиной мозг. Научился работать пневматическим сверлом, взвешивая его на ладони, выбирая нужное, отрезать кость в миллиметре от нерва или мозговой ткани. Я понял, когда надо действовать энергично, а когда лучше не спешить. Я научился делать операции, предотвращающие припадки, работать у основания черепа. За этот год я владел особым искусством, благодаря которому хирургический инструмент, соединяясь с руками, глазами и интуицией, стал орудием исцеления. Наконец-то я окончил ординатуру. Начиналась новая глава моей жизни, и как часто случается перед большими переменами, я их почти не предполагал. То, что ждало меня впереди, тогда казалось совершенно невозможным. Слава тебе, Боже мой! Слава тебе!